8 февраля в России отмечают День науки. Для апатитов это особенный праздник, ведь прямо в центре города находится филиал Академии наук, где работают сотни специалистов. Среди них молодой ученый КНЦ Никита Цветов, который выиграл гран-президента России. Житель апатитов нашел новые методы излечения биологически активных веществ из растений Мурманской области. Наша съемочная группа встретилась с ученым. Сохранить максимум полезных веществ, лекарственных растений. Сотрудник института химии Никита Цветов вместо обычного при экстракции спирта стал использовать новые растворители. Для исследований ученые используют радиолу розову и горец вейриха, которые растут в Мурманской области. Как раз смешано растение, растительный материал с растворителем. Он будет стоять при комнатной температуре, либо при нагреве несколько дней. После чего, какое время необходимо для излечения полезных веществ. После чего уже будет проходить анализ. Лекарственные растения вырабатывают флавоноиды. Это биологически активные вещества, которые синтезируются травами при стрессе, неблагоприятных условиях вокруг, рассказывает коллега Никиты по проекту Анна Коровкина. Так как человек испытывает те же неблагоприятные факторы внешней среды, разные стрессовые ситуации, то те флавоноиды, которые вырабатываются в растении, можно использовать точно так же в медицинской практике фармацевтической. Анализируют результаты ученые из медико-биологического центра при КНЦ из Санкт-Петербурга. По образованию Никита физико-химику накончил. Санкт-Петербургский государственный университет усуществил кандидатскую. А два года назад переехал в Апатиты и приступил к исследованиям. Основная задача проекта заключается в том, чтобы разработать новые методы излечения, более эффективного излечения, более полного излечения различных биологически активных полезных веществ из растений. Исследования Никиты Светкова и его команды нетипичны для Института химии, который в основном занимается разработками для горно-орудной промышленности. Здесь надеются, что молодой ученый поможет найти новые лекарства. Я думаю, что эта работа очень актуальна в связи с нашей ситуацией с коронавирусом. Когда пытаются найти какие-то лекарственные препараты, вот его работа связана с нахождением новых лекарственных препаратов. Я считаю, что молодые исследователи должны развивать какие-то новые направления. Размер президентского гранта, который получили ученые Кольского научного центра, составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. Эти деньги направят на исследование. И сегодня, накануне Дня науки, в Апатиты приехал генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске Эрик Свидала. Дипломат рассказал, что их ученые вместе с коллегами из Кольского научного центра готовы провести геологические исследования на севере Шпицбергена. На Свальборде, как его называют европейские соседи. Дипломат встретился с сотрудниками КНЦ. Центр имеет партнерские отношения с 12 научными организациями Норвегии. Председатель КНЦ Сергей Кривовичев затронул тему совместной экспедиции. Это вполне возможно. Свальборде – это место, куда мы хотим привлечь ученых. Там очень большое собрание ученых. Очень особенное место. Так что, я думаю, это вполне возможно. Генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске Эрик Свидала посетил Минералогический музей в Геологическом институте и принял участие в открытии выставки 100 саамских портретов норвежского фотографа в музее-библиотеке имени Гладиной.